Эти парни с президентского полка выделяются на фоне остальных. Они в форме. Просто приехали на сборный пункт раньше и успели переодеться. Но это на первый взгляд. На самом деле отличий масса. Кандидаты для службы в элитном подразделении армии проходят жесткий отбор. Для начала надо иметь правильные черты лица и врожденную военную выправку. Обязательно быть интеллигентным, грамотным и иметь среднее образование, как минимум. Владимир Рыбак учится на пятом курсе университета имени Лобачевского. Решил, отслужу, потом буду защищать диплом, что волнуется, даже не скрывает. В ночь перед отправкой я разговаривал с друзьями до глубокой ночи. Все волнуются за меня, держат за меня кулаки. И я сам немного волнуюсь, потому что предстоит целый год провести в армии. Но тем не менее я очень горжусь тем, что я попал в президентский полк. И надеюсь, что я не подведу и буду достойным солдатом. Вова подвести просто не может. У него вся семья военная. Кстати, родословное при отборе тоже тщательно проверяется. Правда, в элитных войсках родные не служили. Поэтому отец с сыном гордится вдвойне. Год, я думаю, пролетит очень быстро и незаметно. Для него это новое, конечно. Ему сейчас все интересно. Я его понимаю, потому что сам проходил через это все. Поэтому, я думаю, он выйдет окрепшим, настоящим мужчиной. От Нижегородской области каждый призыв в президентский полк отправляется по 20 парней. И провожают всегда торжественно с оркестром. Президентский полк является, пожалуй, самым элитным подразделением в российской армии. И для Нижегородской области очень почетно и является высокой честью, что около 40 нижегородцев ежегодно отправляются. Сегодня вместе с элитой со сборного пункта в Дзержинске служить отправится 100 человек. По словам военных комиссаров, костить от армии уже не модно. Сегодня службу по призыву проходит более 6 тысяч нижегородцев. Исходя из той политики, которая сейчас проводится в нашем государстве, не только для ребят, которые будут служить в президентском полку, а для всех ребят, которые будут проходить службу в вооруженных силах, открываются большие перспективы. Это и дальнейшая учеба, это и престижные рабочие места. Надо сказать, что все равно государство к ребятам-ослужившим в вооруженных силах относится намного более ответственно, что ли. Мама Никиты Бичугина никак не может налюбоваться на своего сыночка. Так жалко на год расставаться. Ну, сказала, чтобы мы не плакали. Мы собирались, конечно, поплакать. Но, наверное, не будем. Все-таки так торжественно провожает. И он хорошо держится, молодцом. Никития, 19, рост 180, вес 90. Идеальный мужчина. Служить в элите вооруженных сил ему предложили в военкомате. Всеми мыслями он уже там, в Москве, стоит в карауле в Кремле, у могилы неизвестного солдата или вечного огня, и его показывают по телевизору. Если бы идеально вообще, ну, конечно. В первой роте я бы служил с удовольствием в карауле. То есть на его вечном огне там. Но попадают в почетный караул немногие. В Москве по прибытию их ждет последний, самый суровый отбор. И большинство все-таки направят в подразделение обеспечения президентского полка. В столицу они отправляются вечерним поездом, буквально через несколько часов. Ксения Доринова, Сергей Таиров, Объективно, ННТВ.